16 апреля в Театре Моссовета состоится премьера спектакля по пьесе Лопе де Вега «Учитель танцев». В гостях утреннего канала «Настроение» замечательные артисты, исполнители главных ролей. Это заслуженный артист Караси Ольга Кабо и Гидримина Сторонда, и хореограф, и постановщик танцев этого спектакля. Ну, не совсем так. Будем быть артистом, потому что хореографию поставила Татьяна Борисова. Ну, вы же принимали как профессиональный танцор, как учитель танцев. Да. Доброе утро, господа актеры. Доброе утро. Волнуетесь? Примеры ведь скоро, совсем скоро. Ну, я волнуюсь вообще всегда. Но, как правильно говорит Оля, лучше волноваться, когда в бой вступаешь. Вот завтра будет, мне кажется, волнение. Вот у меня будет мандраж сильный. Ну, завтра, я просто поясню, вы играете для папы-мам, да? Такой, в общем, вариант, вариант... У нас называется такой предпремьерный показ спектакля. То есть мы играем спектакль под замену другого спектакля. И насчет волнения, ну, вообще для меня любой выход на сцену или на съемочную площадку, и даже вот здесь, сегодня в студию телевидения, всегда волнительно очень. Я всегда переживаю, как первый раз. Оля, все-таки вот получается, что вы расстались в силу, я не знаю каких причин, с Театром Российской Армии. По сути дела, это будет для вас, ну, большая премьера на сцене Театра Моссовета. Ну, в общем, да. Как вас приняли, простите, за такой вопрос? Ну, меня окружили такой заботой, таким пониманием и, главное, такой верой в меня, что я как-то так зарядилась этой положительной энергией, и, вы знаете, ни о чем не жалею. Я считаю, что вообще жизнь артиста, она имеет право на... артист имеет право на эксперименты. Ну, вот сейчас эту часть жизни я хочу посвятить другому дому. Гедеминус, это тоже не первый ваш опыт в качестве драматического актера. Да, сначала была «Овечка» с Борисом Мелграмом, мы играли с Иной Чуриковой и Ириной Максимкиной, потом меня пригласили в бюро счастья, это мюзикл с Людмилой Егорченкой, и вот сейчас поступило предложение от Театра Моссовета играть в этом спектакле. Хочу сразу сказать, я согласился сразу, безоговорочно, не оговаривая никаких условий и так далее, когда мне сказали, что вот ваш режиссер Юрий Иванович Еремин, я на него посмотрел, он так очочки сдвинул, так ручки насупил, Таранда, будем работать с утра до ночи, никаких выездов никуда, я так встал и говорю, ну у меня есть своя работа, забудьте, если вы хотите работать со мной, забудьте. Вот, то есть он был очень строгим, но на самом деле он оказался таким, будем говорить, мягким, таким, понимаете, каким-то, даже где-то мне нравится то, что он даже немножко радуется таким простым вещам, это значит, что человек, значит, внутри есть сердце, это хорошо. Давайте посмотрим еще один фрагмент из спектакля. И я вас позвала сегодня, чтобы вы им здесь насчет письма. Я вам признателен весьма, но тут ошибка роковая, чтобы я Флорелли так писал, клянусь душой, письмо под лошадь. Не надо клят, вам делать можно, но нам письмо Альберто дал. Мне это ясно. Он ревновал Флореллу к вам. Как ревновал? Да-да, он сам. Я знаю, что это несколько неожиданное прочтение «Мучителя танца», потому что Юрий Иванович Ремен первый акт будет идти в прозе, а во втором акте все-таки возвращаетесь к первоисточнику, то есть в стихах. Той романтики, которая была у Лопа де Вега, наверное, у нас не будет, потому что время действия спектакля принесено в 20-е годы 20-го века. И в первом акте Юрий Иванович очень хотел, чтобы мы все работали в духе неореализма. То есть мы все засматривались фильмами о Феллине, похитителе велосипедов. Ну, то есть вот то далекое время, хотя оно гораздо ближе, чем реальное действие в пьесе Лопа де Вега. И надо сказать, что Еремин требовал безоговорочной правды. То есть он заботился о нюансах, о костюмах, о гриме. У нас на сцене есть коза, у нас необыкновенный звук и ряд. Если вода, то вода настоящая. То есть у нас все натуральное, все в духе неореализма. И от актера требует огромной правды, восприятия. Потому что если ты чуть-чуть больше дашь градуса, то ты сразу же как бы разрушаешь стилистику, всю картинку, структуру спектакля. А вы не боитесь, что вот, скажем, этот неореализм в первом действии, в первом акте, он, скажем, ну... Посадит спектакль, вы хотите? Ну, несколько необычно. Люди идут все-таки на учителя танцев. Да. Нет, вы знаете, вот мне так кажется, если нам удастся задать правила игры, правильные правила игры, то люди сразу это понимают. Мне кажется, режиссер здесь задает совершенно правильную задачу, да. Он говорит, мы играем вот так. И с первых тактов, с первой сцены, которую как раз играет Оля со своими партнерами, они как раз этот стиль задают. Ну, а дальше уже выходим мы с Риньковым, его продолжаем. Спектакль о любви прежде всего, и о том, как добиться любви, как удержать эту любовь, и что любовь делает с сердцами. И, конечно, хотелось бы, что тем не менее, несмотря на то, что мы приблизили к нам, но что все-таки уровень страсти остался бы тот, чтобы у нас были настоящие идальго, мачо, махи. Я просто, у меня весь дом сейчас в Гое, Веласкесе, то есть я пытаюсь даже вот пластически понять, что такое испанка. Я зачитываю из Гарсии Лорг, как она прекрасно, она сказала, поэт прекрасно, что и под покрывалом темным ей казался мир таким ничтожным, а сердце таким огромным. Вот это вот истинное понимание испанки. Поэтому все, что вне твоего сердца, все, что вне тебя, это лишнее. А главное, человек состоятельный, он личность, и он имеет право решать свою судьбу. Господа актеры, я признателен вам за приход в нашу студию. Я желаю вам удачной премьеры, я желаю вам, чтобы на этот спектакль спрашивали лишний билетик. И чтобы залы были всегда полные, чтобы аплодировали, кричали «Браво!». Это спасибо, и я еще желаю, чтобы мы получали от этого наслаждение. Господа актеры, ни пуха вам, ни пера. Идите к черту. Я не пойду. Хочу напомнить, что в гостях у настроения были замечательные артисты. Это заслуженная артистка России Ольга Кабо и Гедемина Сторонда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!